доброй ночи нет вечером уже умылась уже устала как песик бобик продолжение нашего разговора о том который был на лавочке перед отелем я обещала показать наши покупки из детского мира в общем я сейчас это сделаю сейчас я залезу на кроватку сделаю это там покажу все что мы купили малышам галышам я очень за как мы завтра это повезем либо придется это все освобождать из коробок придумаем что-нибудь мы летим обратно завтра россии у россии немножко по моему другие требования щас это посмотрю после как от сниму у них максимально предельно ручная кладь это 10 килограмм но не имеет значения размеры то есть сумки не имеет значения в победе же наоборот очень имеет значение размер но не имеет значения вес размер имеет значение вот поэтому если здесь действительно размер не имеет значения соответственно завтра я либо просто в пакете в этом повезу детском мировском обыкновенном даже вот этот вот маечка либо же мы купим какую-то сумочку и благополучно мне все повезем 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 однозначно проходим а вот по размерам соответственно носим показываю 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 покажу покажу номер вот такой вот мы купили воды там кое-что перекусить групп потому что у нас силы нас покинули и мы уже не понимали что никакого ресторана вечернего речи не может идти ты же сил нет вообще реально хочется домой хочется отдыхать 6 утра то на ногах вот такой тут божественный торшер с креслом кресло крайне удобно и очень респект так ладно ну мы займемся этим алексей пока пошел покурить так это наш чек значит крошечкам картошечка которые девоньки вот таких вот котик они их называют котиками я не берусь судить кто это они их называют котиками и слава богу у насти такой есть беленький у сони такой котик был но сгорел при пожаре поэтому мы им они нравятся а сони нужно восполнить потери поэтому вот таких вот прекрасных котиков купили знаете что я обратила внимание вот тут на нет никакого чека у них странные ценники то есть вот эти котики сфокусируйся в общем ладно эти котики по 1272 рубля 78 копеек вот вы вдумайтесь что за цифра вот что за цифра вот она какая-то неровно цен не на ценниках указана сумма в два раза меньше и написано по социальной карте что это такое я не понимаю сейчас мы посмотрим вот этот ценник потом покажу за что это смотрите видите большими буквы написано по социальной карте 588 29 нет мы купили за 1099 у нас не спрашивали про социальную карту если социальная карта какая социальная карты почему по ней такая скидка и все ценки вот так то есть лишь вот это потом мелким шрифтом какой-то там в два раза больше вот вот такого хрюнделя вообще этого хрюнделя ну уж простите меня конечно но купила его я и наверное скорее всего себе боже я его увидела и почему-то я решила что он поедет со мной в москву он божественный но это для меня назовем моего и руля ой сегодня такой прикол был значит маме когда звоним а если мы по видеосвязи с ним сегодня еще много раз связывались с домом там с нусяшечкой разговаривали и мама мне в какой-то момент еще в утренний там созвон мы уже в питере были она говорит ой ира там типа разговаривала с насть насть который сестра моя вот и она спрашивает мама а куда это собралась наша булочка то бишь я мама говорит ей настя она собралась в питер наша булочка что скажу тебе еще больше она поехала со своим батоном в общем такой у нас с юмор был сегодня с мамой с утра вот это как бы я передаю наш разговор вот и максимке мы купили вот такой самолет то есть он там можно понажать везде сюда он должен светиться звучать и еще назад откатываешь он вперед будет катиться то есть вот тут хлястечек то есть однозначно звуки значит есть авиалайнер транспортный авиалайнер вот пусть наше солнышко играет очень всем деткам и даже себе хрюндюлька вот и всем девчоночкам по вот таким вот подарочкам хорошеньким потому что все таки если что-то обещаешь особенно деткам надо сдерживать слов то сейчас мы вечером разговаривали с на сашечкой когда пришли разговариваем с ней и она говорит мам пожалуйста сидел в кресле только больше мне ничего не показывать то что она расстраивается и хочется очень быть здесь поэтому принципе мы как родители мы пообещали что мы обязательно сюда приедем приедем как будет тепло то есть я думаю что это надо сделать не позднее а конца мая потому что надо держать свои обещания никогда не давать там каких-то надежд ребенку и не обратно реально хотели взять я ставила вопрос их спрашивал лёша мы берем носил он говорит ира погода мы едем твоем будет лучшая погода в принципе я согласна с учет того что меня сейчас болела и как-то это все было непросто как-то мы все болеем не просто я еще продолжаю болеть когда мы покупали билеты бронировали гостиницу я не болела поэтому конечно в данной бы ситуации я бы никуда не поехала и знаете меня с питером вообще удивительную вещь мы я люблю питер мне нравится этот город он вдохновляет наверное меня мне нравится его смотреть изнутри мы были здесь несколько раз конечно всего все равно не осмотришь надо еще десятки раз то есть пусть это будет тот город в который можно всегда когда сгрустнулась или хочется сменить картинку питер этот год для нас на полкова ручалка но я к тому что у меня с питером бывает такая особенность очень часто я мы решаем поехать в питер и мы бронируем отель мы бронируем билеты у меня есть всегда такая как бы выработанная привычка особенность я беру возвратные билеты возвратные либо же в крайнем случае билеты которые можно перенести даты потому что все в жизни может быть в принципе билеты на питер как бы считаю в этом район десятки там тысяч рублей я понимаю что это деньги но это не самое страшное даже чтобы случиться потерять и все равно серберу возвратно или там обмен и вот всегда срываются эти поездочки ну как сходил а куда ты ходил в игру сходил вот вот раз поэтому решили ничего не менять и ехать не взирает там на кашля и тепле я распаковала игрушечки и если мы хотим их распаковывать из коробочек я думаю сначала на давай посмотрим по провозу багажа в россии какие условия у нас даже нет с тобой ножниц элементарно каких-нибудь там маломальских кусачков чтобы хоть как-то их распаковать да сначала посмотрим по про багаж вот так что вот так вот на этом все такой коротенький обзорчик с покупками будем отдыхать и завтра завтра новый день и соответственно и видео пока пока